в общем немножко мы возвращаемся к вопросу к ягашки нашей второй стритки наклонной брони у нее бешеная просто как вы знаете машина на самом деле очень мощная как бы и планировалось конструкторами и в общем-то и наследие у нее такую яхт пантера которая в общем была по большому счету самой мощной pt за исключением их тиран объективом слишком медленный поэтому он являлся такой машиной спорной больше оборонительной но еще возможно для прорыва укреплений вот яхт пантера она была более универсальная она мало справляться с любым танком принципе и равных ей среди пт не было более-менее там где-то су-100 наверное со всех пт-шек близко по характеристикам но она все равно очень сильно уступала и по броне вот но помните у нас было видео критическое насчет их пантеры как 11 или 12 раз подряд я не мог попасть в танк с полным сведением который находился идет там 300 метров от нас вот и это конечно очень весело ну и как я уже говорил так она в принципе есть что машина сама по себе она была дала достаточно хорошими характеристиками это касается и динамики это касается и орудия это касается и брони но но так как у нас как вы знаете сейчас в деле баланса находится жуткий хейтер может это не только его влияние вообще принципе результат нитья многих любителей но ты тоже как подавить по бурону на и ст и по нагибать вот и в общем их ним нитьем результатом этого нитья стало то что данной пт по нерфили очень сильно и обзор вот не знаю насчет заднего хода но он тоже ужасен мог быть быть и побольше и конечно же лобовое бронирование самое главное то есть то что она раньше в общем вытаскивала бои своим мощнейшим лобовым бронированием ее толком то можно было пробить только в нлд это принципе разумно то сейчас у нее броня просто по контуру и пробивает даже верхний бронелист который просто с дичайшими наклонами которые принципе не должен пробиваться он у принципе эта ситуация типичная как бы их тира там по идее пробить невозможно было 250 миллиметров в рубке это конечно вообще нечто абсолютное нечто но у нас они тоже легко пробиваются а вот у нас вообще в игре много чего нереального которое воспринимать серьезно нельзя только посмеяться разве что немножко но здесь я наверное допустил ошибку надо было ехать дальше вперед в любом случае снаряд от кого не влетел точно в борт был бы огромный урон а вот ну в принципе в принципе в данном бою мы покажем неплохой результат даже несмотря на позиция не очень удобная после каждого выстрела мы светимся ну принципе не это главное сейчас чтобы понимали те кто будет играть на яхт пантере 2 это такая пт у которой как бы есть броня как бы вот она иногда танкует иногда она крепче конечно первой яхт пантеры но незначительно хотя по идее должно быть все наоборот у нее есть динамика но при этом месячки мои минуса она высокая вот ей очень круто любят накидывать борта вот если яхт пантера 1 она достаточно низкая яхт панзар 4 вообще очень низкий то здесь ситуация отличная вот и принципе здесь если бы я еще не я противника не уничтожили то в общем-то у меня меня успел бы еще и влепить разок ну а здесь у нас вторая как бы жертва нерфы это супер першинг который в общем то тоже как бы апнули я не помню кто-то там с вододелов писал что его якобы апнули я не знаю вам с какой планеты упал вот абсолютно ничтожество часть сейчас супер першинг который был раньше и то что они ему апнули пушку это просто такая подачка знаете то есть танк изначально выигрывал за счет то что он танковал он у нас скажем так принципе все всю свою карьеру он у нас танковал это было самое главное его преимущество да вот они ему апнули пушку тогда когда он собственно говоря уже в этом не нуждался когда уже появилась серба голда и все знают что в критических ситуациях все першины першинге супер першинге лупят голдой вот потому что в принципе только так можно то пробитие на 20 миллиметров больше ничего не решила но вместо этого они решили у него забрать еще брони и далее немножко пробитие гениальное решение просто не знаю не хочу ничего говорить потому что только хочется их матюкать больше ничего ну в общем вот так вот сейчас у нас ситуация обстоит всех пантерой то что раньше принципе пробивала оборону давила и для этого она и как бы проектировалась то сейчас вынуждена так ныкаться выкатываться стрелять и прятаться в общем как обычно у нас любят балансить технику на этом у нас все если вам понравилось ставим лайки подписываемся до новых встреч пока и